Русик Корян с Хабаровска сказал, что там Бофф лезет наверх. Я вот хочу сказать, мы никуда не лезем. Мы просто играем в футбол и, как сегодняшняя игра показала, делаем это неплохо. Получаем удовольствие от своей работы и будем это делать еще на протяжении двух игр точно. А что там куда, как закончится, покажет турнирная таблица. Очень доволен настроем футболистов и отдачей в первом тайме. Мы понимали, что это наша последняя игра домашняя и хотели поблагодарить болельщиков за тот теплый прием, который они нам оказывают на протяжении всего сезона. Это, поверьте мне, не банальные слова. Мы пять игр играли домашних на выезде в Химках и мы четко знаем, что такое атмосфера домашнего стадиона и что такое нейтральное поле. Поэтому очень удачные стартовые минуты, да, старт первой таймы, последних игр домашних. Это, наверное, то, что команда понимает всю ответственность, которая лежит. Ну и тем более еще к тому же объявили, что губернатор был на поле, на стадионе. А он нам оказывает всестороннюю поддержку. Я думаю, что своей игрой мы направили, наверное, в нужное русло те стремления, которые есть сейчас по развитию футбола в Тамбовской области. Что касается конкретно футбола, нам повезло, что не до конца мотивированная команда сегодня была, не обводилась выиграть в своей корее Кубок России и чемпионате, бронзовые медали занимались. Когда ты выполняешь задачу, очень сложно на следующий матч собраться и отыграть на 100% с точки зрения самоотдачи, с точки зрения дисциплины. Индивидуальное мастерство футболистов Тосна никто не отменял. То есть мы понимали, что наша сила в групповых командах взаимодействия и постараться все время страховать партнеров, когда будет ситуация один в один с техничными, фланговыми игроками, нападающими вот этими пробирными в Тосна. И это сегодня получилось. То есть мы подобрали практически все мячи после борьбы и провели ряд хороших комбинаций, которые заканчивались ударами поворотов соперников. Я очень рад, что мои футболисты стали попадать в створ. Я обещал это осенью и очень радуюсь, что это происходит. И даже были у нас несколько матчей в том, что в Балтике неудачно играли с «Зенитом» и отпустили победу. Было видно, что команда играет. И поэтому мы не дергались и продолжали спокойно. И вперед очень рады, что эта работа приносит плаку. Что касается второго тайма, вы видели, что дождь усиливался, все тяжелее становилось поле. И коррективы, которые внес тренер в команду соперников, он еще более насытил атаку. Вышли еще мощные футболисты. Было тяжелое второе тайм, поэтому он выглядит все более равным. Но еще раз я подарил своих ребят, что я сейчас раздевал. Мы добавили, по сравнению с соседним этапом, умение терпеть и выполнять до конца установки. Это то, что отличает команду, которая решает определенные задачи, от тех, которые просто иногда хорошо играли в футболисты. Спасибо большое. Коллеги, вопрос по-моему? Если хотите, можете, я редко отвечаю на вопрос. Могу ответить на все свои последние домашние игры. Это не в том, что нет уважения. Просто все время какой-то этап, следующий шаг идет. И слишком много говорить не приходится. Но хотел бы отметить, кстати, вашего коллегу, по-моему, в Антивижн было написано, что игроки топ-бола, перезагрузившись по ходу зимы, начали играть в другой футбол и, в принципе, до конца не понимают свои силы. Я вам честно могу сказать, что сегодняшний матч, он в последний раз показал, что, мне кажется, на самом деле, мы еще сами внутри, даже я не понимаю, насколько мощная и сильна наша команда. Я знаю ее проблемы, я знаю там Ахиллеса 5-й, да, я знаю проблемные места, еще что-то. Но сегодняшний первый тайм, честно, он лишний раз подчеркивает, что взгляд со стороны иногда более правильный. Ваш коллега-зинвалист еще раз очень правильно все подметит. Ваш коллега-зинвалист еще раз очень хорошо. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok